Итак, как же все-таки получить урожай, применяя систему удобрений, какие удобрения все-таки находятся в тренде, как правильно подобрать удобрения, чтобы получить на самом деле качественный материал на выходе. И самое интересное, как же все-таки оптимизировать затраты. Ну, об этом сейчас нам расскажет Ольга Георгиевна. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые коллеги. Если можно, запустите мою презентацию. Здравствуйте. Динамика изменения цен на минеральное удобрение на 22 июля 2021 года. Здесь приведена информация в сравнении с этой же датой 2020 года и в сравнении с концом 2020 года, то есть с 26 декабря 2020 года по Ростовской области. Ну, я думаю, что такая же картинка будет, наверное, и в других регионах. Информацию о ценах на минеральное удобрение собирает агрохимическая служба. Это цены, по которым были куплены удобрения именно сельхозтоваропроизводителями. Это не те цены, которые есть у дилеров или те цены, которые выставлены на бирже, хотя информация по бирже здесь тоже есть. Мы каждую неделю опрашиваем сельхозтоваропроизводителей, какой объем в том или ином районе Ростовской области закуплен и по какой цене. То есть это цена, которая была уплачена сельхозтоваропроизводителем за те или иные конкретные формы удобрений. Давайте посмотрим, как менялись эти значения. Если мы говорим о ценах, которые существуют сейчас, то есть на конец июля, Средняя цена по сульфату аммония это больше 14,7 тысяч рублей за тонну. По ЖКУ 35, КАС чуть больше 15 тысяч, сульфоамофоз 32,7 тысячи за тонну. Карбаминт 25,3, аммофоз 46,8, азофоска 25,6 и диамофоска 38,1. Еще раз хочу повторить, это та цена, которая была заплачена сельхозтоваропроизводителем при закупке именно вот на этой неделе. Если мы сравним цены, которые у нас есть на бирже выставленные, которые предлагались для покупки, но хочу сказать, это было только предложение. Именно договоров по закупке по данным ценам ни по одному из форм удобрений именно для Ростовской области не было. И естественно цены значительно выше на бирже, о которых я сказала. Если мы сейчас проанализируем эту таблицу и посмотрим, что же произошло за вот это время. Итак, цена на диамофоску к концу 2020 года повысилась на 2%. В 2021 году повысилась на 41,7%. То есть получается, что все-таки в течение всего 2020 года цена на диамофоску была более или менее стабильной. Основной рост пришелся именно на 2021 год. Азофоска тоже есть увеличение на 1,4%. Но в 2021 году цена повысилась на 18,4%. То есть по сути дела в два раза ниже, чем на диамофоску. Цена на амофос повысилась в большей степени. Да, она снизилась немного к концу 2020 года, где-то на 3,5%. Но в 2021 году она повысилась на 51,7%. Может быть, поэтому производители удобрений начали говорить о том, что цена просто вернулась к прежнему уровню. Что да, она снижалась, но повысилась к прежнему уровню. Под тем цифрам, на которые я опираюсь, этого сказать нельзя. Она снизилась всего на 5,3%, а повысилась практически в 10 раз, 57,1%. На сульфоамофос также снижалась цена на 8,8%, но в 2021 году повысилась на 48,4%. Цена на ЖКУ примерно оставалась на одном и том же уровне, но в 2021 году повысилась на 28,9%. Меньше всего повысились цены на азотное удобрение, на мячную селитру на 16,7%, на карбамин на 21%, на КАЗ 11,4%, на сульфат аммония 3,5%. То есть получается, что увеличение цены на сложные удобрения произошло от 18,4% до 57,1%. И самым дорогим у нас сейчас является аммофос 12,52%. Если мы сравним предложение с биржей, то здесь еще более серьезные цифры. Это увеличение от 52,6% до 98%. Поэтому говорить о том, что цены вернулись в свое прежнее положение, к сожалению, нельзя. А нужно говорить о существенном увеличении цен с учетом предложения, которые есть на бирже почти в два раза. А это для сложных удобрений. Более сдержанное повышение цены на азотное удобрение. Это от 3,5% до 16,7%. В данном случае я хочу сказать, что на карбонит цена увеличилась до 21%. Это, по сути дела, самое дорогое азотное удобрение, которое есть на сегодняшнюю дату. Естественно, при таком увеличении цен очень серьезно нужно подумать о том, как подбирать формы удобрений. И в первую очередь, конечно, нужно оценить, сколько стоит действующее вещество каждой из этих форм удобрений. Все эти формы удобрения будут использованы однозначно при посеве, в зависимости от природно-климатических зон, в зависимости от технологий, которые используют сельхозтоваропроизводители. Но сначала нам нужно понять, какова же цена именно действующего вещества. И в данном случае я рассчитала цену действующего вещества с учетом суммы всех элементов, которые входят в данную форму удобрений. И обратите внимание, здесь особого проседания нет. Примерно один и тот же уровень от 400 до 732 рублей за процент. Да, действительно, немножко выбивается сульфат аммония, всего 326 рублей за процент. Но, в общем-то, мы с вами поймем дальше почему. Таким образом, если мы говорим о цене действующего вещества, то у нас, по сути дела, процент действующего вещества, стоимость его примерно одинаковая. Но дело в том, что в каждом из этих форм удобрений доля этого действующего вещества, она разная. И в зависимости от этого у нас и складывается определенная экономическая эффективность использования той или иной формы удобрений. Если мы говорим о пересчете действующего вещества на 100 килограмм минеральных удобрений, то здесь то, о чем я вам говорила, то, на что хотела и обратить внимание, что в гиомофоске самый дорогой у нас фосфор и калий, в азофоске у нас примерно одинаковая стоимость всех элементов, которые входят в эту форму удобрений, в аммофосе самый дорогой фосфор, в сульфа-аммофосе это азот и фосфор, в ЖКУ фосфор. И вы посмотрите разницу цен действующего вещества в 100 килограмм удобрений по азотным удобрениям. Она меняется от 25 рублей до 7 рублей. Следующий момент, очень важный момент, который нужно учитывать, это применение той или иной формы удобрений в вашем технологическом процессе. После уборки азимой пшеницы, после всех колоссовых, которые сейчас идут, не только азимой пшеницы, а всех колоссовых, мы должны обязательно заделать пожненные остатки. Это технологический прием обязателен. И он должен применяться именно с минеральными удобрениями. Так вот, если мы рассчитаем потребность в удобрении и стоимости той или иной формы, учитывая, что на тритоны необходимо внести от 30 до 45 килограмм на гектар азота в действующем веществе, мы видим, что, как ни странно, оценивая эти формы удобрения по азоту, мы видим, что сульфат аммония имеет самую дорогую стоимость именно чистого азота. Стоимость азота в аммиачной селитре, в карбамиде и в кассе, в общем-то, на одном уровне. Особенно аммиачная селитра и карбамид. Касс немножко дешевле. Но мы говорим только об одном элементе. Когда мы используем сульфат аммонии, мы говорим о двух элементах. О сере. И сера необходима при заделке пожневных остатков именно для того, чтобы обеспечить как можно активное развитие популяции микроорганизмов. Именно здесь значение серы при заделке пожневных остатков. И в этом случае, если мы рассчитаем стоимость сульфата аммония с учетом двух элементов, то мы видим, что из всех азотных удобрений при заделке пожневных остатков преимущество у нас у сульфата аммония. У него преимущество как в экономическом плане, так и в плане агрономическом. Учитывая то, что активное участие в заделке пожневных остатков через активность микроорганизмов будут принимать и азот, и сера. Следующее мероприятие, которое нам необходимо, это внесение азота в предпосевную культивацию. И доза здесь доходит до 45 килограмм в действующем веществе. Я говорю о той технологии, которая принята именно в Ростовской области и характерна именно для степных регионов. Здесь тоже у нас полный набор форм минеральных удобрений, но обратите внимание, как меняется стоимость этих удобрений. Где-то аммиачный селидр и карбамид у нас примерно одинаковые, именно по цене стоимость этих удобрений, учитывая заявленную дозу. КАС немножко ниже по стоимости. И сульфат аммония у нас получается, опять же, рассчитанный по азоту, потому что здесь уже сера не играет той роли, которая она играет при заделке пожневных остатков. Здесь нам важен именно азот. И самое главное, нам нужен именно нитратный азот, потому что нитратный азот будет напрямую усваиваться растениями. И если мы говорим о карбониде и о КАСе, то там, к сожалению, должно пройти время трансформации. И это время связано не только с периодом, но еще и с условиями. Если будут сухие условия и не будет влаги, то период трансформации будет увеличиваться. Поэтому, исходя из вот этой экономической оценки и агрономической оценки, все-таки для предпосевной культивации в той дозе, которую я написала, преимущество у нас о аммиачной селитре. В первую очередь агрономическое, потому что в аммиачной селитре содержится 17% нитратного азота. В КАСе содержится всего 7,5% нитратного азота. Вот эти моменты обязательно нужно учитывать, считать не только экономику, но и понимать, какой агрономический эффект имеет та или иная форма удобрения. Если мы говорим о внесении фосфора, предпосевном внесении, здесь нужно различать два момента. Первый случай. Когда у нас хороший агрохимический фон. Это для степной зоны, это около 30 кг на гектар подвижного фосфора в пахотном горизонте. В этом случае для нас значение имеют все элементы, которые входят в ту или иную форму удобрения. И доза здесь может быть до 20 кг на гектар в действующем веществе. Обратите внимание на стоимости удобрений, рассчитанных на эту дозу. Экономическое преимущество у нас у азофоски. У нее же будет и преимущественно агрономическое, потому что азофоска имеет равное содержание всех трех элементов питания. Азота, фосфора и калия. В данном случае обратите внимание на сульфармофос. Он немножечко уступает экономически. То есть, по сути дела, он у нас оказался самый дорогой. Но хочу обратить внимание, если почвы у вас карбонатные и высокие значения pH, где-то ближе к 7,9, 8, 8,2, то несмотря на то, что аммофос у вас является самым дорогим, фосфор в аммофосе является самым дорогим, на самом же деле на таких почвах применение сульфоаммофоса имеет агрономический эффект. Потому что сульфоаммофос – это физиологически кислое удобрение. И как раз таки в ризосфере при растворении гранул удобрения возникает понижение pH, что очень комфортно именно для азимы в пшенице. Потому что для азимы в пшенице наиболее комфортно – это нейтральная реакция среды, максимум 7,5. Если же у нас агрохимический фон низкий, то есть содержание подвижного фосфора ниже 16 кг на гектар в пахотном горизонте, то здесь в первую очередь нам нужно поднять именно основу фосфора, то есть повысить содержание фосфора в почвенном растворе. Учитывая, что всего 20% фосфора, который попадает с удобрения, усваиваются растениями, мы ориентируемся именно на те формы удобрений, которые содержат высокий процент действующего вещества. А из всех форм сложных удобрений самый высокий процент действующего вещества у нас в омофосе. И обратите внимание, рассчитав на дозу 25 кг в действующем веществе, мы видим, что омофос у нас будет являться не только экономически, имеет экономическое преимущество, но будет иметь и агрономическое преимущество, потому что он будет способствовать нахождению более высокой концентрации фосфора в почвенном растворе именно в период прорастания растений и активного развития корневой системы. На что еще хотела обратить внимание? На ЖКУ. По стоимости ЖКУ чуть больше уступил омофосу, то есть он выше по стоимости по отношению к омофосу, но преимущество ЖКУ еще в том, что в ЖКУ фосфор находится в полиформе. И гидролиз этой полиформы имеет длительный период, где-то в течение 1-2 недель идет гидролиз, поэтому идет пролонгированное обеспечение фосфором корневой системы растений. Но в ЖКУ обязательно заделка. Если есть агрегаты внутри почвенного внесения минеральных удобрений, то в этом случае использование при поселе именно этой формы удобрений будет иметь определенные агрономические преимущества. То есть когда у нас идет необходимость в повышении фона именно фосфорного питания, то здесь мы предпочтение отдадим амофосу и ЖКУ.